я иногда просто думаю о том что ну во первых как бы честно говоря прожить миллиард лет в одном и том же теле я бы наверное не хотел бы я в общем по своему личному мировоззрению по своему опыту абсолютно точно знаю что существование в этой вселенной в этом мире или за его пределами не заканчивается существованием этого тела поэтому не это особо не беспокоит конечно да тело оно приносит много радости и много страданий в том числе да и сначала что болеть или что-то такое еще но это как бы ничего прям такого гипер страшного в этом нету и иногда соответственно я думаю как бы было наверно ужасно если бы эти тела никогда бы не умирали это был бы наверное какой-то кромешный ад тогда ужас какой да представляете там всю жизнь ладно бы если бы они теоретически там доживали бы до возраста там лет да не знаю там лет 25 может быть дать или там 30 и вот на этом останавливались и в таком состоянии жили бы дальше да было бы круто но по какой-то причине периодически видимо требуется какое-то обновление биомассы которые на этой планете присутствует и это на хорошо это на хорошо таким образом происходит эволюция так что я по этому поводу абсолютно не переживаю абсолютно точно я не буду заниматься там этими как это вот у меня есть один из моих учителей это владимир баскаков занимается тонатотерапией а он изначально увлекался темой бессмертия типа там бессмертия вот этого долгожительства там и так далее кто в какой-то момент понял что господи ребят вопрос ведь не в том сколько ты проживешь то вопрос как в этом анекдоте когда один человек у другого спрашивает а сколько ты собираешься прожить а он им отвечает ну это зависит от того когда я начну так вот и здесь как бы да то есть когда человек по календарю там прожил сто лет это не значит что он реально сто лет прям прожил ну прям вот сто лет прям супер по кайфу я не знаю может быть есть такие люди прям сто лет пожили супер по кайфу да бывают люди которые пожили 26 лет да ну прожили вот так как прожили до что оставили очень яркий след а бывают люди которые прожили всю жизнь там до очень преклонного возраста ну вот как были говном в юности так говном до старости оставались ну и чё есть хорошего и сами может быть даже мучились так что тут такая тема неоднозначная, я бы так сказал.